Всем привет дорогие друзья, с вами Никита и буквально месяца три назад я обозревал бета-тест Neetronation. На данный момент это открытый тест, то есть раньше нужно было получить ключик, чтобы поиграть, а сейчас каждый желающий можно бесплатно скачать с маркета и попробовать эту игру. Но она все еще находится на стадии бета-тестирования и все что в этой игре есть это одна практика, чтобы просто подсобирать деньги и потестировать как все работает и реализовано. И одна гонка лига, где можно пройти 4 гонки и пятый это будет босс, который просто даже если вы максимально улучшите ваш автомобиль, будет вас делать как щенка. Я не знаю, геймкиллером игра не взломалась из-за постоянного подключения к интернету, накопить на новую машину здесь просто нереально. То есть 40 тысяч по 100 долларов собирать это пипец, за то 100 долларов это в лучшем случае, если максимально хорошо переключать передачи. Вообще, можете посмотреть обзор этой игры мой уже, я делал тут в принципе уже все рассказывал. Обычный драгрейсинг, который гораздо интереснее и лучше реализован, чем CSR Racing, Forsa 6 и Car Race. И в последнее время меня что-то на драгрейсинг потянуло. Проект получается действительно интересный, но конечно сильно затянули с бета-тестированием. На данный момент, чтобы зарегистрироваться, нужно просто нажать кнопку ADD профиля и у вас рандомно будет создаваться аккаунт. При желании можно удалить игру, а можно сохранить этот аккаунт, задав ему никнейм, то есть свой логин и пароль. Ну в принципе, что изменилось? Изменилось только то, что стал открытый бета-тест. Также остались 5 автомобилей, которые можно разглядеть при шикарной графике, которая здесь. Все блики, все просто отлично. Система апгрейдов машины тоже сделали прикольную. То есть здесь гораздо интереснее, чем в других драгрейсингах. Но все равно, тюнинг так до сих пор недоступен. Все делается за деньги, кроме покраски машины. Это как бы уже новая тенденция. Думаю, во всех приложениях так делают. И в принципе, также нельзя пройти босса. На этом пока бета-тест так и продолжается. Просто он стал открытым. Ну будем следить за обновлениями, следить за новыми проектами. И как только будут новые действительно интересные полномасштабные изменения в этой игре, я обязательно вам расскажу. Игра получается действительно крутая и стоит того, чтобы следить за ее развитием. Ну и на этом пора заканчивать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки обязательно, пишите комментарии. Не забываем заходить на мой сайт. Там более подробные обзоры на более интересные игры. Ну конечно сказал тоже. Ну да ладно, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok